Советы человечеству в чате ютуба пишет Доброе утро, хочу задать вам вопрос У меня, говорит, три утра Все говорят о проблемах Но никто не хочет поговорить, как это все исправить Правительству это не надо, оно работает только на себя Слушайте, советы человечеству, ну в принципе, да, вы правы Правительству-то не нужно это все Во-первых, советы человечеству, доброе утро Если у вас три утра, вы рано, видимо, встаете на работу Это, с одной стороны, восхищает, с другой стороны, прискорбно Человеку нужно отдыхать и ночью желательно спать, да Восполнять свои силы От того, что нас загоняют в такие графики Конечно, износ организма растет И смертность, соответственно, заболевания, к сожалению, тоже растут Что касается того, как это исправить Моя совесть здесь чиста Мы уделяем этому очень много времени Это не критика ради критики Это критика с конкретной конструктивной повестки А что, соответственно, должно произойти, чтобы это исправить Если вы смотрите мои видео, которые мы записываем Или следите за нашими прямыми эфирами Обсуждая ту или иную проблему, я практически всегда в конце говорю о том, какие действия нужно предпринять, чтобы эту ситуацию коренным качественным образом изменить Если мы говорим с вами о том, что вот правительство работает в своих интересах Она жадная, она не думает о людях, безусловно, кто с вами поспорит Но давайте будем честны Это происходит не только потому, что они аморальны или меркантильны Это происходит в том числе потому, что мы позволяем Если бы народ не позволял с собой так обращаться, у нас бы никогда не было такого правительства Это же логично, да? Но если люди готовы это терпеть, если люди готовы закрывать на это глаза, искать оправдание своему бездействию, нашим поражением Эти люди будут править бесконечно и глупо рассчитывать, что придут какие-то там спасители Кто-то с неба божественной волей, тут вот, значит, справедливость нам, значит, подарит Нам не нужны права, нам не нужны свободы, потому что люди готовы жить на коленях, да? Все это неданность, которая приходит свыше Это то, что получают в борьбе Это то, что получают, проявив активность Это то, чего добиваются, когда надоело молчать Сегодня, к сожалению, давайте будем честны Но в кредиты, в долги, в ветхом или аварийном жилье, на пальмовом масле В каких-то чудовищных жизненных условиях, с переработками, без отпусков, с безправным и без уверенности в завтрашнем дне нашим настоящим Люди готовы это терпеть, люди готовы это принимать, а народ достоин правительства, которое он имеет Поэтому, когда мы говорим о том, ой, какие они негодяи, слушайте, безусловно, это так Но исправить это можем только мы с вами Каким образом? Посредством чего? Конечно, посредством объединения Что значит объединение? Это объединение вокруг краеугольных, важных, приоритетных вопросов Не в смысле, ребят, давайте объединимся, потому что у нас, ну, значит, вот, я не знаю, там, цены на хлеб высокие Да власть с удовольствием эти цены нам опустит Никаких проблем нету Власть с удовольствием опустит ровно того уровня Бесплатно нам будет раздавать, только чтобы мы разошлись по домам, да? Потому что для них это окупится Это дешевая возможность нас купить для того, чтобы с нас поиметь значительно больше, да? Если мы говорим о объединении, а с кем объединяться, да? Мы должны увидеть общность наших интересов Мы не можем объединиться с Абрамовичем, мы не можем объединиться с Дерипаской Мы не можем объединиться с Усманом, это невозможно Не могут, я не знаю, зайчики объединиться с волками Это глупо на это рассчитывать, да? Потому что мы должны видеть общность наших интересов Что есть 3%, которые имеют все И 97%, которые не имеют ничего Есть грабители и ограбленные Есть эксплуататоры и эксплуатируемые Есть трудящиеся и паразиты на теле нашего общества Которые вообще ничего не делают За исключением того, что в конце месяца приходят и забирают прибыль Они не директора, не аудиторы, не бухгалтера Они просто хозяева И они нашу страну поделили Они поделили сферы нашей экономики, промышленности Вообще-то наше государство как пирог разрезали И присвоили себе И мы должны увидеть общность наших интересов Осознать свое положение в этой классовой цепочке И увидев эту общность, это положение Поставить перед собой правильные задачи Не просто экономическая борьба С целью, чтобы, например, правительство контролировало цены Или сделало нам справедливые условия Там оплаты услуг ЖКХ, например Нет, это для них приемлемо Любая экономическая борьба для системы приемлема Потому что система распределила богатство Решила вопрос собственности И вот этими частными, индивидуальными проблемками, решениями Она устраняет ошибки этого раздела или передела Понимаете, они вполне себе пальчик нам отдадут свой Чтобы все тело функционировало А функционал этот будет грабительский И да, может быть у кого-то дома появится, я не знаю, чуть больше продуктов питания Но все равно наша жизнь будет в чудовищной социальной несправедливости И решить этот вопрос Есть поставить самый важный момент нашей задачи Вопрос этого объединения Вокруг чего? В вопросе политической борьбы В вопросе политической власти Легальным, законным путем Народ должен добиться Того, что эта власть будет принадлежать ему Что в Государственной Думе, в Соединении Федерации На посту президента На постах руководителей регионов Или муниципалитетов Будут представители народа Не те, кто служат миллиардером Не подстилки под олигархами А те, кто будут выражать интересы рядового гражданина И общество не должно говорить Ой, теперь-то мы заживем Оно должно их контролировать Оно должно лишить их любых привилегий Минимизировать им зарплаты И отнять любой престиж этой работы Они должны стать простыми управленцами Реальными слугами В этом процессе На службе общества А на сегодняшний момент Ну слушайте Ну когда они получают зарплаты 70% доклада Зарплаты, что я сказал Пенсии Когда они получают 70% доклада Когда у них свои медицинские учреждения Что во всем мире называется коррупция Когда у них неприкосновенность С точки зрения закона То есть он может идти депутат Госдумы И просто стрелять в людей И ничего ему за это не будет Потому что его не могут задержать Что бы он ни сделал У него неприкосновенность Которая гарантируется ему законодательством Да, ее можно снять Если большинство депутатов За это проголосуют А если проголосуют против Снять нельзя И он может быть, да С точки зрения закона Преступникам Ну такие, простите, законы И вот это является нашей главной целью Покуда в руководстве страны Находятся люди Которые не служат народу А служат интересам другого Господствующего Самого прелегированного И богатого класса Ни о какой счастливой жизни Нам с вами рассчитывать не придется Но если мы решим причину проблем Мы сможем добиться Той ситуации Которая позволит нам реализовать программу Программу вывода страны из кризиса Программу развития Программу созидания Программу, которая изменит Распределение общественных благ Из кармана этих трех процентов В интересах большинства И это национализация И это прогрессивный налог И это 20-я статья Конвенции ООН И это выборность Градоначальников или судей И это продовольственная безопасность И отмена всех этих мерзких реформ Которые они напринимали И пенсионные И мусорные И ЖКХ И оптимизация здравоохранения Это кратное увеличение За счет средств Которые мы сможем Благодаря вот этим вещам Бюджет Бюджетными наполнить Мы сможем кратно увеличить Минимальный размер Пенсии и оплаты труда Мы сможем вообще забыть Как страшный сон О том, что люди По мусоркам лазают Что кто-то там СМСками на операции На лекарства собирает Потому что деньги Будут распределяться Эффективно Они больше не будут Присваиваться этим меньшинством И вводиться за рубеж Это меньшинство будет Лишено этих прав Это меньшинство Да, будет поражено в правах Да, безусловно Ему придется С точки зрения Сегодняшнего положения Сильно подужаться Если вообще Им удастся На свободе Сохраниться Остаться Но это будет происходить Не в интересах Новых руководителей Не в интересах Элиты политической Или там какой-то еще Это будет происходить В интересах Большинства С волей большинства Под контролем Большинства Которое будет Максимально вовлечено В процессы управления Вот собственно То, что мы должны С вами из уст В уста каждый день Говорить Это самые приоритетные вещи Субтитры создавал DimaTorzok